Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнилась минувшая неделя в кратком обзоре новостей. Сдерживать обещания данные избирателям – так начала рабочую неделю мэра Анапы. Сергей Сергеев напомнил на планерном совещании все, что обещали, должны сделать. Найти способы можно, если есть желание. Так, из 40 наказов избирателей в станице Гостогаевской невыполненными за полгода остались только шесть. В целом изменения в станице заметно и радуют. Отсыпано 4 километра дорог, 1 километр заасфальтировали. Привезли новую емкость для питьевой воды. На братской могиле отремонтировали памятник. На стадионе установили скамейки. 88 многодетных семей получили положенные по закону земельные участки. Мэр Сергеев лично проверил, как и когда можно улучшить условия для станичников. В администрации города прошло краевое совещание в режиме видеоселектора, посвященное организации миграционного контроля на территории Кубани. Его провел министр гражданской обороны чрезвычайной ситуации региональной безопасности Краснодарского края Борис Глебов. По поручению губернатора Кубани во всех муниципальных образованиях прошли проверки по выявлению незаконных мигрантов. Нехарактерная для июня погода приостановила сельхоз работы. Анапские хлеборобы приступили к решающей и самой ответственной фазе работы – уборке урожая. Погода предподносила селянам сюрпризы сюрприза. Осень была засушливой, а весна заливала дождями. Собираемые на полях в Анапском районе урожая в среднем составляют 48 центнеров с гектара. В Институте береговой охраны ФСБ России состоялось торжественное мероприятие – выпуск курсантов, которым присваивается звание мичмана. Это третий по счету выпуск после открытия института в Анапе. Институт выбирают местом учебы все больше анапчан, несмотря на то, что их, как правило, не оставляют служить дома на Черном море. Как отметил в интервью нашему каналу начальник Института Владимир Белков, повезло выпускникам именно этого года. В связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи многие получили распределение в Новороссийск. Рота ДПС отметила в этом году два дня рождения с двумя красивыми датами – Анапскому отделению 20 лет и 77 лет со дня образования Российской госавтоинспекции. С праздником сотрудников Рота ДПС поздравил протеерей настоятель храма Серафима Саровского. Отец Александр благословил службу сотрудников и осветил служебных коней. Под каплей святой воды выстроились все инспекторы. И в завершение торжественного мероприятия сотрудники Рота ДПС возложили венки к памятнику погибшим. Счастливые семьи становятся еще счастливее, когда в семье рождается ребенок. Накануне Дня семьи, любви и верности, известного как День Святых Петра и Февронии, в администрации города чествовали приемных родителей – героев нашего времени, ставших настоящими родителями для маленьких инопчан. На одной из центральных улиц города Владимирской 5 прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти Виктора Ивановича Кочмалы. Он работал заместителем председателя Анапского райисполкома с 1964 года, затем председателем исполкома Анапского совета народных депутатов. Виктор Иванович внес большой личный вклад в развитие у города-курорта. Это был краткий обзор. Главные события недели смотрите также в сегодняшнем выпуске. На совещании по безопасности мэр Анапы Сергей Сергеев призвал руководителя служб и городских организаций оценивать проблемы незаконной миграции разумно и принимать действенные меры. Одним выстрелом всех зайцев межведомственная комиссия осмотрела пляжи Анапы, проверили качество товаров и правила торговли и услуг. Баз здесь не стояла. Принудительная эвакуация транспорта как крайняя мера наказания за неправильную парковку. Крывеческий музей преобразился, а анапчан и гостей курорта приглашают на уникальную кварцевую выставку. Сейчас обо всем подробнее. Отдых должен быть приятным. Об этом заботятся гости курорта, отправляясь в отпуск в Анапу. Отдых должен быть безопасным. Такую задачу ставит мэр Анапы Сергей Сергеев каждый день перед руководителями городских служб и ведомств. В Анапе соблюдают все четыре уровня безопасности. О том, как еще можно усилить профилактические меры и сделать отдых безопаснее, расскажет Наталья Пухальская. В 850 административных нарушений за полгода почти 3% на совести иностранцев. К ответственности привлекли директора предприятия общепита иностранца и 8 работников строителей. Проблем с нелегалами много. Первое. Это, конечно, отсутствие на территории обслуживания спецприемника для иностранных районов. В Краснодарском крае их всего четыре. Это Тимрюк, Сочи, Армавир и Краснодар. По одному адресу регистрируют по несколько десятков иностранцев. Патенты на работу гастарбайтеры получают свободно. И проследить, кто чем занимается, сложно. Решение задачи от мэра Анапы, по исходным данным, контролировать, но без фанатизма. Прятать людей за колючую проволоку и обносить забором незачем. Просто надо указать, кто гость, а кто хозяин. За полгода специалисты правоохранительных служб выдворили 98 иностранцев. В целом, отчитались руководители, ситуация под контролем. Второй вопрос на рассмотрение – безопасность на пляжах Анапы и на водных объектах. Отличилась администрация предприятия «Черноморские скоростные линии», прозвучали на Совете несколько раз. Причал на ДжМТ обещают восстановить, пока только обещают. И не обеспечивают должной безопасности для отдыхающих и анапчан. На курорте система безопасности организована на четырех уровнях – на объектном, муниципальном, региональном и федеральном. На пляжах работают 560 спасателей Кубаньспас муниципальной службы спасения ГИМС. 114 пляжей оборудованы и сданы в эксплуатацию по самым высоким требованиям, как места отдыха для детей. Работают системы оповещения и предупреждения, но, по словам специалистов, беспечность отдыхающих нет предела. В штормы при сильном ветре идут в море. Раз уж приехали в Анапу, отдыхают по полной. На предупреждения не обращают внимания. Счастливчики отделываются травмами. Кто-то домой после отпуска так и не возвращается. В этом году утонуло пять человек. Все – приезжие. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Одним выстрелом – убить всех зайцев. Межведомственная комиссия проверила пляжи Анапы сразу по нескольким пунктам. В центре внимания несанкционированная торговля, нелегальные мигранты, работающие на пляже. Специалисты отдела Роспотребнадзор, миграционные службы, представители казачьего общества и сотрудники полиции вместе выявляли нарушителей. Наш корреспондент Алина Гумерова тоже поучаствовала в проверке. Подробности в сюжете. Недавно в детском парке прошла очередная профилактическая проверка несанкционированной торговли. Тогда выявили многочисленные нарушения. Теперь территория детского парка находится под пристальным вниманием. Контроль за нелегальными объектами торговли ужесточили. Комиссия начала проверку с детского парка. Незаконных торговых точек нет. Маршрутчикам по соседству сделали замечание. За территорией, на которой они отдыхают, нужно следить и убирать за собой мусор. Обратно идем, вы уже наводите в порядок. Договорились? Все хорошо. Далее межведомственная группа отправилась в Джамате. На точке, где плетут косички, у девушек-африканок не оказалось документов. Комиссия потребовала закрыт ралет. Незаконных стилисток африканского фасона увезли в миграционную службу. Для дальнейшего разъяснения пребывания нелегалов на курорте. Комиссия обратила внимание на торговые точки, где продают печеные и жареные изделия. Целый день под палящим солнцем. Таких торговых точек в Джамате много. Комиссия потребовала убрать с продажи на жаре мясные изделия. У некоторых продавцов не было документов, разрешающих торговлю продуктами питания. Такие рейды будут проводить и дальше, а нарушители понесут ответственность за нарушение законов и правил. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа, Регион. Центральная часть города во время курортного сезона напоминает муравейник. Десятки магазинов, кафе и лотков уличной торговли. Тысячи гостей курорта и плотно стоящие в пробке автомобили. Это транспорт предпринимателей, подвозящих товар. Таксисты и самая проблемная категория водителей, оставляющие автомобили якобы на минуту, а по факту на целый день. Администрация города к таким автолюбителям предпринимает решительные меры. Вадим Родин расскажет подробнее. По улице Гребенской в день проходят тысячи гостей курорта. Она одна из самых загруженных улиц в городе и машинами, и людьми. Для того, чтобы на дороге не образовывались пробки и заторы, по обеим сторонам улицы Гребенской запрещены остановкой стоянка автомобилей. Есть и соответствующие знаки. Вот только на них мало кто обращает внимания. Припаркованный с двух сторон транспорт оставляет для проезда узкую полоску. Не для проезда, для маневров. Разъехаться почти невозможно. Для борьбы с нарушителями администрация города совместно с ротой ДПС создали специальную бригаду, которая будет убирать автомобили невнимательных водителей на специализированную стоянку. В Анапе работают два эвакуатора, все они лицензированные, и одна штрафстоянка для эвакуированных транспортных средств, которая тоже лицензирована в соответствии с законом 2508 Краснодарского края 4 июня 2012 года. Анапа является уже шестым по счету городом, в котором заработала эвакуация. Краснодар, Сочи, Славянск-на-Кубани, Геленджик, Темрюк и теперь еще присоединилась к ним Анапа. Так что если вы, оставив своего железного коня в неположенном месте, не обнаружили его, ищите по адресу Пионецкий проспект 83-В. Кассе принимает оплату услуг эвакуатора и парковки на лицензированной стоянке. И все, машину можно забирать. Эвакуация из Анапы и близлежащих населенных пунктов стоит 1435 рублей. Час стоянки автовладельцу обойдется в 22 рубля. Кроме этого, придется заплатить еще и штраф до 2000 рублей. В итоге заброшенный автомобиль под знаком, запрещающим остановку и стоянку, придется заплатить от 3500 рублей. Как, например, владельцу Форда, который так и не появился. Уточнить, где ваш автомобиль, можно по телефону 33019 круглосуточно. Кроме того, информацию о задержанных транспортных средствах можно посмотреть на сайте администрации. Вадим Родин, Анапа-регион. Предъявите, пожалуйста, документы и оплатите штраф. Специалисты налоговой инспекции вышли из рабочих кабинетов в город, ближе к нарушителям, уклоняющимся от уплаты налогов и штрафов. Машины останавливали все подряд, без учета маркет, цвета и габаритов. Мало ли где скрывается злостный неплательщик. За полчаса специалисты выяснили, а на отчане люди ответственные. Помнят поговорку, долг платежом красен. Ни одного должника. Однако спустя несколько минут пару задолжавших водителей все-таки остановили. Особенно отличился водитель «Газели». По предварительной информации от сотрудников дорожной полиции, «Газель» числится в розыске, а транспортного налога накопилось 13 тысяч рублей. Водитель объяснил, по доверенности пользуется транспортным средством, и о таком тяжелом финансовом грузе, лежащем на авто, знать не знает. За рулем, я связался с хозяином машины, только причем тут долгих хозяина машинок, и в данном случае у меня, потому что я за рулем. У меня ни одного швапа нет. У вас нет претензий, ни у меня нет. Вы можете... Еще один неплательщик утверждает, что просто не успел заплатить назначенный штраф, хотя на это дается больше месяца. «Когда вам назначают штраф административный, вы при ознакомлении дела видите определенные графики, которые в процессе изучения подписываете. Там четко, можно сказать, черным по белому написано, что вам необходимо оплатить штраф в определенные установленные сроки. При неисполнении данной обязанности для вас наступает следующая ответственность, предусмотренная кодексом административных правонарушений. «Законодатель изменил меру наказания по этой статье в этом году. Теперь на вас инспектор составит административный протокол и доставит вас в суд на слушание дела, где судья будет принимать решение, привлекать вас к ответственности или нет. И вплоть до наказания от административного ареста, штрафа, вплоть до исправительных работ». Кроме того, неуплата штрафа в срок влечет за собой увеличение его в два раза или арест до 15 суток. К такой мере прибегать в ходе рейда не стали, поскольку все водители, уличенные в просроченном налоге или штрафе, согласились уладить вопрос в кратчайшие сроки, погасив все задолженности в течение суток. Такие рейды проводятся не в первый раз и проводиться будут регулярно, так что водителям стоит подумать и не нарушать. А если нарушили, оплачив штрафы вовремя, чтобы 500 рублей госпошлины или налога не превратились в 1000 рублей. Вадим Родин, Анапа, регион. 8 июля православные христиане почитают память святых благоверных Петра и Февронии Муромских. В свете этот день называют днем семьи, любви и верности. Это праздник радости отцовства и материнства, заботы о родителях, родственниках и любимых. В преддверии праздника наш корреспондент Светлана Авилова побывала в гостях у семьи Друсинских, Нины Николаевны и Юрия Александровича. Для супругов слова о любовь и верность неразделимые. О современной истории Петра и Февронии наш следующий сюжет. Это тоже мои коллеги, шутит майор милиции в отставке Нина Яндрусинская, глядя на цветы цинии, которые в народе часто называют майориками. 20 лет она проработала в управлении внутренних дел Анапы. Сейчас на заслуженном отдыхе занимается домашними делами. На подворье куры, утки, кролики. Хлопот хватает. То нужно закупить зерно, то комбикорма. Огород большой, траву прополоть, урожай собрать. Под лежачий камень ведь вода не течет. Муж Юрий Александрович тоже майор милиции в отставке. Знает все не хуже любого агронома. Что лучше посадить, какой уход растению требуется и какие технологии применить в борьбе с вредителями. 13 августа будет ровно 30 лет, как они вместе. Вырастили четырех детей, двух сыновей и двух дочек. Живут на своей малой родине, в Юровке. Нравится село, говорит Нина Николаевна. Любим тихий летний вечер и рассвет с утренней росой. Часто наблюдаем за голубями, разведением которых занимается сын Андрей. Голубь всегда возле своей голубки. Так и в семье. Друг без друга никуда. Женское счастье, когда есть любимый человек, с которым прожито и немало лет, и горести, и радости. И самое главное – дети. Все мечты наши о том, чтобы они тоже стали достойными людьми, выбрали свой жизненный путь. Нина и Юрий знали друг друга с детства, были соседями. Зимой часто дрались и отбирали друг у друга санки. А в 13 лет Юра уже приходил к соседке с корзинкой клубники, выражая свою любовь и восхищение. Телефонов в то время не было. И Юрий, чтобы вызвать Нину на улицу, придумал устройство связи. Протянул от своего дома к ее леску с погремушкой. И вот когда он меня вызывал на свидание, он это дергает, у меня погремушка эта звенит, я выходила. Будучи уже супругами, оба пришли работать в милицию. Поскольку Нина закончила Минский педагогический институт, ей предложили должность инспектора в отделе по делам несовершеннолетних. Юрию после Краснодарского сельскохозяйственного института госавтоинспектором Анапского ГАИ. В работе отличились в первый же год. Первый мой год. Поехали мы на железнодорожную станцию. Там мои трудные подростки находились. Мне нужно было их проверить по месту жительства. И в это время я заметила, что недалеко от железнодорожного полотна, в лесополосе четверо ребят, стриженных на голову, в фуфайках. И я подумала, что это сбежали с колонии, нам как раз ориентировку накануне давали, что сбежали зэки. Приняв парней за заключенных, Нина Николаевна с мужем решили задержать преступников, несмотря на то, что оружия у них с собой не было. Они спали мирно под березкой. Ну, я не знаю, откуда у меня это вырвалось. Встать, стрелять буду. Они, бедненькие, вскочили, не поймут, что с просонью. А оказывается, это сбежали дезертиры с воинской части. Спортивную форму она поддерживает постоянно. Играет в волейбольной команде Юровки. Считает себя человеком творческим, увлеченным. Пока дочь Оксана постигала азы музыкального искусства, кое-чему научилась и сама. С 2003 года Нина Яндрусинская работала старшим инспектором по связям со СМИ. Сотрудничала с телеканалами и редакциями газет. Принимала участие в конкурсе сотрудниц кубанской милиции. Ей была присвоена номинация «Лучшая мама-милиционер». Мама, конечно, самая лучшая. Я очень благодарна родителям, как они нас воспитали. Помогали, учили. И строгими были, и где и слабинку нам давали. Но не баловали. Поскольку Юрий Яндрусинский – поляк, семья приняла католическую веру. Каждое воскресенье все идут в римско-католический храм, в станицу Анапскую. Венчались с мужем, говорит Нина Николаевна, тоже там. В прошлом году Яндрусинские сыграли две свадьбы. В августе отдали дочь замуж, а осенью женили сына. Через год появилась внучка Нелли. Отец Нины Яндрусинска, Николай Дмитриевич Ляхно, был кавалером ордена Отечественной войны. Награжден медалью за боевые заслуги. С женой Анной Павловной они жили дружно, отметили золотую свадьбу. Так что есть на кого равняться. Как прекрасно в поле каждая ромашка, и несмотря на белый цвет, нет среди них совершенно одинаковых, так же индивидуально и неповторимо каждая семья. Яндрусинские представлены к награде. Им будет вручена медаль за любовь и верность. Краеведческий музей Анапы предстал в новом облике, точнее интерьере. Внешнюю отделку здания поменяют осенью, после курортного сезона. А сейчас анавчан и гостей курорта приглашают в обновленные залы. Теперь в хорошо освещенных помещениях представлены новые экспозиции. Наш корреспондент уже побывала в музее. Из фоей музея, который одновременно является выставочным залом, где экспонируется работа художников, вы попадаете на улицу. Конечно же, условно, на центральную улицу дореволюционной Анапы, Михайло-Арказьевскую. Теперь она носит имя советского писателя Максима Горького. Вывески кафе и магазинах тех времен Арциева, Басанько, а в витринах выставлены экспонаты. Вот швейная машинка фирмы «Зингер». Дорогостоящий дефицит того времени. Другие предметы быта. Второй зал, как продолжение первого, но только переносит вас в 50-е годы прошлого столетия. И мы узнаем, чем жили наши бабушки и дедушки, что коллекционировали, что читали из той литературы, которую современники уже читать навряд ли будут. Все это уже история, интересная и новая для подрастающего поколения. Например, печатную машинку младшие школьники приняли за компьютер. Мне понравилось то, что когда-то была такая одежда, или когда дети вот так ходили в школу, собирали марки, что-то копили. Ну, узнал много чего полезного и того, чего, ну, как бы, вообще, ну, даже не ожидал. У мам пластинки вот такие вот видели когда-нибудь, нет? К живой никогда. Самый большой зал теперь посвящен городу воинской славы – Анапе. Экспозиция изменена и дополнена оружием периода русско-турецкой войны, турецкими монетами и русскими екатерининскими, вооружением, снаряжением и убранством коней адыгов, которые жили здесь еще до турецкого владычества. В советский период представляют экспонаты Великой Отечественной войны с находками не только образцов советского оружия, но и вещами немецких солдат, добытых при раскопках блиндажей в окрестностях Анапы. Желающие могут посмотреть видеофильм с кадрами хроники 1941-1945 годов с экрана, установленного здесь же, в зале воинской славы. Конечно, очень интересно посмотреть, что было до нас, как это сейчас новыми нашими глазами, очень интересно. И для детей эта история, мы ее должны знать и гордиться ею. Особенно мне, конечно, впечатлила эта экспозиция, посвященная периоду освобождения Анапы, потому что у нас тут недалеко дедушка погиб, вот он похоронен в городе Сочи. И поэтому пришли вот, с сынишкой пришел посмотреть именно те места, где воевал дед. А сами мы из Москвы. Впереди у художника, автора нового интерьера музея Николая Бурмистрова много работы. Предстоит реконструировать еще несколько залов и экстерьер здания. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа Регион. И в продолжение темы. Наша съемочная группа побывала на одной из первых экспозиции обновленного музея «Хрустальная сказка». Так называется выставка изделий из кварца народного художника России Алексея Зеля. Вы увидите сказочные персонажи из «Золотого петушка», добрых драконов, один из которых играет в бадминтон и делался на заказ в подарок Борису Ельцину. Кварцевая аллея, точная копия аллеи Анны Керн, которую еще называют Пушкинской, состоит из тысяч деталей, которые затем скреплялись по особой технологии. Корзина нежных цветов получила название «Доброе сердце» и была подарена режиссеру и актеру Ролану Быкову. С неподражаемой точностью художник-кварцедуф Алексей Зель передает оперение птиц, иголки кактусов и цветы – точные копии природных, как по форме и размеру, так и по расцветке. Дело в том, что по образованию Алексей Зель – биолог, а судьба привела его на работу 30 лет назад на электроламповый завод в Москве. И вот результат слияния профессий. Его работы уникальны, неповторимы. Стеклодув может исправить ошибку, вынув изделия из огня. Кварцедуф нет, так как кварц остывает мгновенно. Точность требуется ювелирная. Каждое из этих произведений искусства создавалось месяцы и даже годы. Автору в августе исполнится 69 лет. В творческих планах продолжить работать над любимой пушкинской темой. Выставка продлится до конца лета. Мы узнали еще об одном событии. Подробности смотрите прямо сейчас. Летом многие мечтают отдохнуть у Черного моря. Но лишь счастливчикам и страстным поклонникам ювелирного искусства представилась возможность совместить приятное с еще более приятным посещением ювелирно-минералогической выставки ярмарки «Блеск самоцветов». В этом году любители драгоценных камней ждут еще более интересные новинки. Если вас интересует, что актуальны и модны в этом сезоне, то выставка ярмарка «Блеск самоцветов» спал нас может удовлетворить ваш интерес. Здесь вы найдете все, что нужно. Изящные кольца или серьги из золота или серебра с драгоценными или поделочными камнями, роскошные кулоны или броши, огромный выбор бус или модную качественную бижутерию. Кроме того, здесь вы найдете авторские ювелирные украшения санкт-петербургских и московских мастеров, которые вы никогда не купите в обычном ювелирном магазине. На ярмарку приехали более 40 гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и других городов России. Продавцы-консультанты подбирают украшения с пользой и для исполнения желаний. Гордость выставки – стенд с изделиями из редчайшей казахстанской бирюзы. Ее всегда считали камнем счастья, а на кулонах из агата пейзаж написан кистью самой природы. Глядя на эти камни, можно бесконечно фантазировать. Жемчуг – изделие из муранского стекла, элитная бижутерия из современных легковесных сплавов. Все, что нужно, чтобы сделать лето еще ярче и прекраснее. Теплый по цвету минерал имеет много поэтических названий. Слезы моря, дар солнца, капли горячей любви. Янтарь играет особенную роль в жизни женщины. Прежде всего, ювелирные украшения с янтарем считаются любовными амулетами, способными привлечь к своей владелице объект воздыхания. В моде массивные украшения. Ювелиры из Санкт-Петербурга представили несколько таких коллекций. Крупные природные камни оправлены в серебро и золото. Ярмарка блеск самоцветов – находка для коллекционеров. Здесь редкие минералы и кристаллы, афганские лазуриты, апатиты, периты. И гости из космоса – настоящие метеориты. Считается, если подержать их в руках, откроются скрытые способности. Фирма «Дианорт» предлагает эксклюзивные ювелирные изделия со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней. Каждое украшение – шедевр. У всех гостей ярмарки есть уникальная возможность получить бесплатную консультацию эксперта-гемолога и проверить подлинность не только купленных на выставке украшений, но и принесенных из дома. Выставка будет работать с 5 по 14 июля по адресу улица Набережная, 4 на территории археологического музея Горгипия. Время работы с 11 до 19 часов. На сегодня это все новости. В завершение выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и торговый центр «Алиса» – всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваше желание. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Субботу 6 июля в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днём 23-27, ночью до 21 градуса по Цельсию. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воды в Чёрном море 23 градуса со знаком «плюс». В воскресенье 7 июля в Анапе ожидается безоблачная, жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы 24-27, ночью около 22 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 23 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнёра программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА